всем привет сегодня небольшой комментарий к такому короткому достаточно портрету замечательного человека кузнеца владимира который любезно согласился попозировать нам в историческом костюме на 16 век сейчас мы с вами видим фрагменты немножко посмотрим ускоренную ведь и довольно свободной такой манере получилось работа сейчас посмотрим ускорение довольно большое как видите идет работа от общего к частному в общем то сразу попытка задавать большие пятна как это обычно у нас с вами происходит затем попытка эти большие пятна и уточнять что довольно для нас важно немножко композиция меняется в процессе да ну и вот уже во второй половине ролика там постепенно работа переходит на мелкие детали но вначале пока еще уточняем большие пятна смотрим изменения может быть находим какие-то ритмы в рубашке до играем с фоном сейчас все это посмотрим помедленнее некоторые детализация пальцев да и портрета сейчас мы видим в общем то наверное такие одежда до 16 века на этом наша работа была условно закончена ну и давайте попробуем посмотреть какие-то ключевые моменты которые для нас важны достаточно это коммуникация безусловно тут она немножко вначале менялась до постепенно стала более квадратной попытка все это вначале наметить достаточно геометризированно основными какими-то геометрическими фигурами можно так сказать да поскольку у нас здесь нет какого-то ярко выраженного движения целые фигуры то можно себе так позволить и тем не менее о движении мы все равно думаем как вы видите и попытка задать основные пятна вначале на немножко можно сказать техника у нас напоминает наверное все-таки масло да и может быть какие-то мягкие материалы вот сейчас попытка опять же вначале нащупать до основные пятна а немножко с ними поиграться вот собственно говоря этот момент который на котором я и хотел заострить внимание вот на этом этапе он очень важный почему потому что часто люди когда учатся делают первые какие-то шаги да как раз этот этап он пробегается мимо и потом от этого собственно неудобно работать поэтому нужно как раз наоборот постараться на этом этапе немножко как бы позависнуть то есть что во первых чтобы он был до этот этап работы основными пятнами во вторых его полюбить постараться и на нем зависнуть для этого конечно нам нужны примеры нужно больше смотреть примеров как это делается видите мы сразу задаем какой-то колорит более-менее в общем то на основе натуры наверное можно так сказать колорит это ну скажем так как если бы что-то было снято через какой-то фильтр конечно у нас по procreate я надеюсь появятся какие-то ролики для начальных этапов потому что в общем то то что сейчас происходит она опирается лично для меня исключительно на просто большой опыт работы традиционными материалами а о том как это осваивать людям которые сразу учиться в цифре до большой вопрос я думаю что конечно должны быть задания обязательно начали базовые да ну просто на них пока руки не дошли поэтому выкладываю то что есть но между тем вы видите как сейчас у нас именно вот эти основные пятна и уточняю да никакой детализации пока нет особой да и вот вот это важно что этот этап его полюбить зависнуть на этом этапе в общем то как если бы мы работали любыми другими материалами да по сути это сейчас выглядит как начало этюда какого-то дали эскиз к портрету как вы видите все довольно традиционно поэтому мы не лезем в детализацию да мы именно вот детали правда сами накапливаются но мы как бы даже маска этим немножко сопротивляемся вот те основные пятна которые возникли дамы на этому на этой степени детализации стараемся подольше посидеть подольше что-то по передвигать по уточнять где-то используем работу линии до периодически то есть переключаемся с пятна на линию обратно мне кажется довольно удобно и эффективно хорошо конечно делать перерывчики да ну и в общем то наверное можем сказать что если мы писали маслом делали бы то же самое конечно же или гуашки допустим ну попытка немножко по лучше поискать тонн еще пока все очень условно да очень приблизительно и вот мы с этой условности никуда и не убегаем да на ней остаемся просто стараемся чтобы эта условность она была взята более в характере то есть решение условная обобщенная обобщенная условная смысле обобщенная но при этом мы стараемся чтобы каждое пятно по возможности было как можно более в характере это довольно важный момент именно этому посвящен наш сегодняшний ролик как и на большинство других ну вот вы видите потихонечку что-то у нас детализируется меняется понятно что немножко все выглядит рывками потому что это таймлапс он его замедлил ну как бы от этого таймлапсом быть не перестает стараемся работать по всей работе да не зависая где-то да не погружаясь в какую-то преждевременную детализацию до смотрим и стараемся в идеале постоянно отвечать на вопрос где нужнее что-то делать да где сейчас нужнее где больше запущена ситуация думаю дело занимаясь пальцами думаем о движении смотря на то что она почти фронтальное положение тем не менее мы стараемся о движении в пальцах то есть об изгибе осей да и как это выражается на внешних контурах об этом как раз таки думать то что если этого не будет то будет сразу несколько несколько неживое ну вот что касается лица безусловно мы смотрим не торопимся прорисовывать даст и мы накидываем какие-то детали для того чтобы сначала лучше задать положение головы то есть появляются детали а мы смотрим а какое положение у головы не надо ли его уточнить какие пропорции то есть внешне кажется что мы просто добавляем детали на самом деле мы смотрим на большое как она расположена конечно складки вещь приходящая да ну поэтому мы вначале во первых не торопимся их детализировать да пытаемся раскидать их как ритмы чтобы она ну более менее с одной стороны напоминала натуру с другой стороны все таки как-то более-менее нас устраивало да это ритмическое решение складок то что она в принципе может меняться до более-менее от дня ко дню если постановка не на один день дату может быть и не надо с ними торопиться смотреть как лучше ну в пальцах тоже стараемся какие-то по возможности немножко давать полутончики до стараемся не забывать отзумливать с фоном тоже можно играться где-то может быть он светлее или темнее должен быть глядя на то как лучше для общего да у нас на айпаде размер маленький работы то это отчасти хорошо потому что мы можем видеть ее так как будто мы от большой картины отошли на хорошее такое расстояние в этом как бы может быть не минус даже наоборот плюс но вот воротник немножко изменился у нас в общем то надо в нем тоже искать какую-то музыку до чтобы он не был на на симметричен чтобы любые изгибы какие-то да они состояли из каких-то углов каких-то отрезков куда-то направленных до чтобы нам это сочетание углов и отрезков чтобы она нам по возможности нравилось до чтобы она была прикольным довольно важный момент конечно для всего фактически подходы подходе нашим для всего но ответь что-то время иногда меняется даже довольно глобально по тону смотрим как лучше возможность практически мгновенно пролессировать изменить то ну цветом фона нижним слоем то есть вообще практически не пользуюсь а задаю изначально серый тонн дальше стараюсь уже просто красить меня спрашивали сколько я как я использую ли я свои я свои никакие не использую то есть у меня есть слой фона ну и вот слой номер один на котором я рисую за исключением набросков конечно когда я делаю наброски я работаю на разных слоях но пока сколько я проклеит рисую уже там месяца три пока никакого желания использовать свои нет потому что потому что утряска чего-либо как правило происходит на стадии когда еще ничего не детализировано конечно если мне придется что-то утрясать менять местами когда она будет уже довольно детализировано то конечно я сразу буду работать на разных слоях но как бы так какой-то необходимости в общем-то их использовать нет спрашивали про кисточку кисточка в списке художественных самое первое в общем-то на прошлой неделе я перепробовал какие там еще были но до сих пор она мне больше всех нравится мне кажется она прикольная ну конечно дело не в кистях то есть любая кисть которой мы привыкнем наверно она и хороша скорее всего но просто так как-то получилось что я с нее с ней с ней познакомился в начале и в общем то ей в основном и работу что-то еще спрашивали честно говоря уже не помню ну вот видите сейчас у нас немножко такое кажется все замедление то есть вероятно работа идет с какими-то мелочами скорее всего что в это время хочется сказать что нужно конечно отзумливать до смотреть в маленьком размере как это все смотрится в целом большими пятнами да то есть не смотреть только на какой-то проработку рендер так называемый да не торопиться в эту сторону двигаться смотреть именно общее не нужно ли что-то общее поменять и вот этот вопрос он конечно должен нас занимать потому что ну по сути по сути если говорить об обучении людей то конечно это основная мысль которую нужно стараться до них донести что не нужно ли общее что-то поменять а как смотрится общее как работают большие пятна давайте что-то там немножко изменим да это конечно для нас очень важно и если какая-то мысль возникает ой там какая-то складочка не очень прорисована надо все время ее проверять ответом на вопрос но а с точки зрения общего это важно или нет то что ты сейчас хочешь делать может быть ты прорисуешь какую-то складочку да даже будет более натуралистично для общего лучше если лучше то и хорошо если не лучше то может быть не стоит может быть все таки большими пятнами поиграться и в этой связи независимо от размера до наш алгоритм он должен быть один и тот же то есть вначале мы большие пятна утрясаем это может быть эскиз может быть этюд какая-то длительная работа но тем не менее по хорошему наш алгоритм должен быть один и тот же вот видите какие-то мелочи меняются да немножко меняем тон там сям да глядя на целое смотрим как лучше может быть что-то где-то чуть-чуть становится постепенно детальнее немножечко да но очень важно чтобы эти детали они работали именно для хотя бы как минимум для того куска частью которого они являются до дела его более интересным но между тем какие-то мелочи да у нас меняются в портрете где-то какая-то детализация конечно надо посматривать на целое да не забывать посматривать на положение головы на общую тональность то есть когда мы вот эти вещи детализируем да мы каждый наш по сути каждый наш мозог там мы должны проверять тем а как это потом смотрится в целом исходя из этого мы по сути принимаем решением по каждому мазку поэтому нет момента как бы механичности что просто увеличили и прописываем да ну так бывает конечно в очень детализированной живописи мы знаем что она в этот куска но всегда там ставит вопрос как бы вопрос ряд вопросов в плане как бы при этом чем приходится за это расплачиваться ну вот видите что где-то какие-то детали появляются да в общем то можем сказать что остается на такой поисковый какой-то этюдной стадии конечно же да то есть если дальше нам прописывать то вопрос в том что либо это использовать как эскиз да либо и если бы мы планировали дольше либо постараться просто вот именно те пятна которые уже взяты именно их взять еще вернее за счет этого как следствие стал бы портрет еще детальнее ну наверное я постоянно говорю одни и те же вещи они в общем довольно банальные но просто эти вещи главные и я говорю именно с точки зрения учебной до исходя из того с чем мне приходится каждый день работать чему к чему приходится каждый день призывать людей которые на которых эти привычки еще не укоренились ну сейчас и опять посмотрим в целом уже у нас скоро наверное закончится наш ролик с вами сейчас идет небольшая детализация да где-то по всей по всей работе какими-то мелочами такими еле заметными вот конечно в это время нам надо смотреть в целом до посмотрим где поставить тот или иной мазочек до посмотреть как все вместе работает да где-то усилить пробовать да понятно что возникает может быть в какой-то момент и утомления но тем не менее мы должны продолжать сравнивать то есть мы как бы готова в любой момент до в каком-то месте таскать совершенно неожиданным да где что где-то что-то мазнуть исходя из общих ощущений но какая-то фактура до мелочи какие-то добавляются мне вчера сегодня я публиковал предыдущие на канале ролик да и один из комментариев было о том что очень скучно смотреть когда не видно палитра и просто видишь что что-то меняется ну может быть но все-таки это видео адресовано тем кто хотел бы в цифре что-то освоить да и уже давно как бы спрашивал про какие-то подобные ролики таскать академического плана поэтому надеюсь что именно к своему адресату дойдут но какие-то элементы декоративные да у нас становится чуть конкретнее до смотрим вопрос конечно в том чтоб с ними не переборщить до чтобы это не не приобрело такой характер украшательства так называемой литературности в общем то на этом мы наверно с вами скоро будем уже заканчивать работу да такой этюд портрета немножко сделали там попытка сделать стул до который бы немножечко там что-то дал дал бы какой-то элемент на фоне даже не было скучновато ну что ж дорогие друзья спасибо тем кто это смотрел до хороших вам работ независимо от материала будут вопросы пишите всего доброго до новых встреч до свидания